Забеги с пеньками или бои на подушках. В эту субботу несколько команд из школ и техникумов Ешкаралы поучаствовали в необычных состязаниях на Сретенских забавах. Это уже традиционное мероприятие проводится в канун Сретения Господня и посвящено Дню Православной Молодежи. Какие испытания проходили гости праздника в Цельвакокшайском Кремле, увидела Марина Пушкарева. С виду, кажется, совсем легкая задача сбить соперника мешком набитым сеном. Однако главное тут удержаться самому на скользких дощечках. Как правило, один раунд длится всего пару минут, зато весело и очень спортивно. И проигравшему, кажется, вовсе не обидно. Кулачный бой – еще одна древнерусская забава. Именно забава. Их устраивали часто на Масленицу. А соперники, хотя и демонстрировали всю силу и удаль, дрались все же со всем уважением к сопернику. Былые народные традиции сегодня повторяют современные добрые молодцы. В Сретенских забавах принимали участие 8 команд, учащихся из образовательных учреждений и молодежных объединений. Каждая команда проходила около десятка разных состязаний. На скорость и ловкость, как в забеге с тяжелыми пеньками по 20 килограммов. На силу и стойкость, как в соревновании по перетягиванию каната. Или на знание истории родного края и народных традиций. Этот молодежный праздник проводится в рамках проекта «Память предков великих. Будем достойны». Уже не первый год собирают сотни участников. Так, по-молодежному, он прививает любовь к своим традициям и правильным духовным ценностям. Воспитывает патриотизм. Интерес у молодых наших людей появляется. Это заметно. И дело не в том, что в принудительном порядке их сгоняют. Им нравится, те, кто приходят. И действительно интерес, потому что сейчас у нас и вообще в целом интерес к истории нашей патриотическому воспитанию появился. И очень отрадно видеть радостные лица нашей молодежи. Ведь мы праздник День молодежи православной встречаем в праздник Сретения, когда старец Симеон, проживший 300 лет, на руки свои принял маленького Иисуса Христа. То есть старость встречается с молодостью. С отсылом к великому прошлому русского воинства с показательными боями выступили современные богатыри из объединения «Шукшанская богатырская застава» и клуба исторической реконструкции «Волжский путь». Мы занимаемся богатырством уже около 10 лет на Шукшанской богатырской заставе. И везде и всюду мы говорим о том, что богатырь должен быть в первую очередь богоносцем. Он хранить должен Бога в сердце. И с такой энергией, с такой любовью ко всем окружающим, ближним идти и побеждать во многих рубежах. Очень радостно, что молодежь здесь, преследуя какие-то духовные смыслы и физически, и духовно развивается и возрастает. Сретенские забавы – это, конечно, не только состязания, но прежде всего праздник, на котором от души повеселиться могли все желающие. Хороводы, бег на колотушках или штурм снежной горы. Развлечения на любой вкус. Согреться в этот морозный день можно было не только поучаствовать в народных забавах, но и выпить горячего чая прямо из самовара. Его приготовили из иван-чая с добавлением трав. Хорошо, вам беда. Спасибо. Очень вкусный, кстати. И угощение, и веселье для души, но главная атмосфера действительно народного праздника. Многие узнали для себя что-то новое о народных традициях и своих корнях, почувствовали единение и гордость за своих предков и славную историю страны. Продолжение следует...